Будьте счастливы! А я уже счастлив! Таких артистов время рождает редко. Таких артистов не может быть много. Он, Тихонов, у нас такой один. За шутливой формой скрывается очень глубокое содержание. Для каждого Вячеслав Тихонов свой. Для кого-то лихой Матвей из фильма «Дело было в Пенькове». Я сушу сухарей и уйду, куда глаза гляди. Но он очень красивый. Для кого-то правильный учитель из фильма «Доживем до понедельника». Не давайте им садиться себе на голову. Держите дистанцию. Влюбленность была абсолютная. Но для большинства зрителей Тихонов это, конечно, Штирлиц. Сдержанный, молчаливый, загадочный. Я ненавижу громкие слова пастор. В жизни Вячеслав Тихонов во многом был похож на своего героя. Он тоже был человеком закрытым, немногословным. Не любил публичности, не показывал своих чувств. Он вообще человек-загадка. Он никогда в свою кухню никого не допускал. Никогда. Почему Тихонов расстался с Нонной Мордяковой? Начинает вставать, вот эта ромбашка, а ноги. Это грязное. Это нестиранное. Это нестиранное. Ты домом не занимаешься. И начинает вот это вот. Как он пережил смерть своего сына? Он сказал мне тогда с горечью, что я просил Нону, чтобы она отдала мне Володю. И я думаю, что если бы он жил со мной, этой беды с ним не случилось бы. И с кем у него был тайный роман? Он сказал, жалею, что тогда на тебе не женился. Что на самом деле творилось в душе актера? Кого он по-настоящему любил? О чем жалел и о чем молчал? Об этом в нашем фильме. А мне садиться нечего. Теперь уже всем известно. Что известно? А все. Здравствуйте. Справа дача Василия Ливанова. Слева Анатолия Кузнецова. А посередине дом Вячеслава Тихонова. Мы над этим как-то постоянно шутили, прикалывались. Над тем, что здесь живет Шерлок Холмс, Штиркиц, товарищ Сухов. Эту дачу Тихонов построил в 90-х годах. Сам рисовал проект дома. Сам выбирал место. Была такая всегда мечта, чтобы дом был рядом с рекой. Поскольку, во-первых, это красиво, во-вторых, он рыбак. И не надо было далеко, в общем, ехать. Вышел с удочкой, и можно здесь было сидеть. Вот так вот проведешь часик-два с удочкой на берегу. И чувствуешь, как ты немножечко, как будто он вздохнул душой свежего воздуха. И позабыл о всех проблемах, которые тебя сопровождают всю жизнь в Москве. У вас дача такая необычная, как немецкая? Да, в общем, такая была задумка. Чтобы она была похожа на... На что? На дом Штирлица. На дачном участке Тихонова есть даже дорожный указатель, на котором отмечены дорогие сердцу актера названия. Это шутка наших друзей, которые подарили эту шутку в какой-то праздник или на день рождения, я уже не помню. Это вот как флюгер-указатель. Пеньково, Берлин, а вот здесь Павловский посад. И с указанием количества километров. Куда сколько ехать. Штирлиц ехал навстречу с Борманом. 11 августа 1973 года в эфир вышла первая серия художественного фильма «17 мгновений весны». С тех пор фамилия Тихонов и Штирлиц стали синонимами. Где-либо анекдоты, слухи, что Брежнев, который осмотрел эту картину, реально представлял себе его таким, каким он играет, вплоть до того, чтобы, так сказать, была мысль сделать его героем Советского Союза. Ну, может, это бред, но, во всяком случае, в каждой шутке есть доля правды. Штандартенфюрер Штирлиц, известный в Москве как полковник Максим Максиму Чесаев, только высшим руководителем. В жизни актера в самом деле был похож на своего персонажа-разведчика. Такой же молчаливый, закрытый, даже скрытный, вежливый, но застегнутый на все пуговицы. Он в душу свою это не подпускал. Даже потому, как я его мало знала, нет, никогда. Какой-то у него там свой мир был. Один из самых ярких эпизодов картины «17 мгновений весны» – встреча Штирлица с женой в кафе «Элефант». Встреча, где нет ни одного прикосновения, ни одного слова. Говорят, этого эпизода не было в сценарии. Режиссеру Татьяне Лиозного его предложил Тихонов. Рассадила нас в разные стороны. И вот давай, беседуйте глазами. Я должна была сниматься одна, наедине с камерой. По задачам Татьяны Михайловны. Мы оговорили, конечно, все перед съемкой, но я никак не могла сниматься. С этой железякой, вот смотри на правый угол, я говорю, не могу. Вдруг открывается дверь кафе «Элефант», которая была выстроена на студии Горького. И входит Вячеслав Васильевич. И вот когда он поднял на меня глаза, я сказала, все, ты мой, я твоя, я тебя обожаю, я тебя люблю, я страдаю, я переживаю, я волнуюсь. Вот, а на следующий день он не мог сниматься без меня и попросил, чтобы я приехала. Я приехала, села у камеры и так же, ну, просто проиграла то, что было вчера. Его спокойный голос, великолепная осанка, достоинство, с которым он держался в каждой роли, казались признаками голубой крови. Многие были уверены, Тихонов должен был быть родом из дворян. Но актер был аристократом по призванию, а не по происхождению. Простая семья – это же не приговор, это же, так сказать, не порода той или другой собаки. Из простой семьи могут выходить удивительные совершенно личности и внешность его. Так сказать, она просто была уникальна с точки зрения вообще правильности, черт лица, рост, дародность, статность. Я понимаю там женщин, которые, так сказать, падали пачками, потому что он был действительно абсолютно, он был звезда. Но я нигде не чувствовал, что какого-то, так сказать, несоответствия его внешности с его происхождением. Виноват. Этот разговор мы в другом месте доведем до конца. А на бале надо танцевать. Родился Вячеслав Тихонов в городе Павловский посад в семье механика, ткацкой фабрики и воспитательницы детского сада. Тихонов с детства искал возможность проявить себя. В то время самые смелые ребята, чтобы доказать, что не боятся боли, накалывали себе на руку имя возлюбленной девочки. Тихонов тоже решился на наколку. Только вот любимой девочки у него тогда не было. Поэтому он наколол на левой кисти руки свое имя – Слава. Эту ошибку молодости ему приходилось скрывать на съемках в течение всей последующей жизни. В семье Тихоновых был лишь один актер – дядя Володя, в честь которого Вячеслав потом назовет сына. Когда были спектакли с его участием, мы все ходили всей семьей. Бывало, когда мы приходили после спектакля, мы обсуждали, говорили, радовались. Это самая хорошая профессия. Вы приносите радость людям. Вячеслав Тихонов мечтал вырасти и приносить людям радость, как дядя. Только никому об этом не говорил. Он был страшно стеснительным мальчиком. Когда пришло время выбирать вуз, оказалось, что родители уже все решили за него. В скромном сыне отец видел агронома. И Тихонов решил, наконец, признаться, что мечтает быть актером. Что тут началось? О, кошмар, ужас. Да это несерьезно. Да это для парня. Да они там все пьют. Господи, да куда ты пойдешь? Стон начался дома. В Тихонова не верил никто. Даже дядя актер сказал – брось, старик, это не твое, поверь. Заступилась только бабушка. Сказала – пусть попробует. Тихонов подал документы в Афгик и провалился на экзаменах. И вдруг она говорит – ты не принял. Пошла дальше. Что делать, я не знал. Как кончать жизнь, сумму весу, тоже еще не знал. Приеду в Москву домой, рады будут, что я не принял. Вот что мы тебе говорили? Но домой возвращаться не пришлось. Тихонова чудом зачислили на курс к профессору Бибикову. 45-й год. Мальчиков не было, еще все в армии. И вспомнили обо мне только поэтому. Только поэтому. А уже через три года родители Тихонова смотрели на своего сына на большом экране. Поверить не могли, что герой – партизан из молодой гвардии. Это и есть их славка. Мы же будем бороться. Не может же быть, чтобы здесь никого не оставили. Кого? У отройкум партии, для подпольной работы. На съемках этого фильма Тихонов познакомился с Нонной Мордюковой. Очень быстро они поженились. Супруги были самой яркой, самой талантливой кинопарой 50-х, 60-х. Недаром он являлся к ней с глазами полными печали и чудной нежностью речей. Но для долгой счастливой жизни этого оказалось мало. Я, честно говоря, не пойму, почему мы разошлись. Как-то и ничего друг другу плохого не сделали. Но мы были неравны. Мы были неравны. Нести эту тяжелую жизнь. Неравны. Они любили друг друга, несомненно. Но были очень разными. Тихонова задевало то, что жена с ним как будто не считалась. Могла в любое время завалиться домой с шумной компанией. Ему просто некуда было деться. Она действительно, она женщина такая, понимаете, широкая, вольная, пивунья, компанией любила и все. Он другой совершенно. Он другой. У нее родни, много родня. Это без конца приезжало. Тихонову хотелось тишины и уюта. Но о своих желаниях он молчал. Ждал, что Нонна сама догадается о том, как его обижает, что он вынужден делить ее с другими. Но Мордюкова не догадывалась о том, о чем он молчал. Хотя молчал Тихонов не всегда. Иногда мог и всплыть. Вот я свидетель. Мы ему позвоним. Славочка, ты уже дома. Мы сейчас едем. А он услышал вот этот смех. Мы приезжаем. На пироговке было. Приезжаем. Быстро. Но она мне хватает. Ой, Славочка же там будет сейчас приезжать. Лежит на диване лицом к стене. Ну, Славочка, ну что ей особенного. Ну, смотри, я с Людочкой там. И Володечку взяла. Ну, что? Он потом начинает вставать. Вот рубашку одну кинует. Это грязное. Это нестиранное. Ты домом не занимаешься. И начинает вот это вот. Не надо. Придь лук в окрошку класть, а то поколеешь от этой изжоги. Но ругался Тихонов как-то по-детски. Вспылит, а потом обидится и замолчит. Мордюкова все это злило. Как и бесстрастный, спокойный нрав мужа. Актриса воспринимала это как равнодушие. Вот за что я мужиков не люблю. Ну, нервные они все. А темпераментная Нона не могла жить без страсти. И в какой-то момент закрутила роман с Борисом Андроникашвили. Горячим грузинским актером, бывшим мужем Людмила Гученко. И он ей говорит, Нона, я так тебя прошу. Бывает страсть у человека. Я тебе это прощу. Вот давай три месяца я тебе даю для твоего огня. Как только огонь у тебя начнет погасать, вернись, но больше, чтобы никогда этого больше не было. А сейчас у меня тяжелая съемка. Я говорю, вы знаете, на что он пошел? Чтобы только она вернулась. Она, конечно, не вернулась. Тихонов всегда избегал говорить о своей первой любви. О том, почему так все вышло, он понял только спустя годы. Всему виной был его характер. Это на экране выразительное молчание вызывает трепет. В жизни, чтобы быть счастливым и понятым, нужно говорить о своей любви и о своих проблемах тоже. Через стенку с ним в больнице, в Кунцево, лежал Ролан. И как-то Слава был свидетель нашего разговора по телефону, когда Ролан звонил мне. И ничего особенного там Ролан не говорил мне, но потом мне рассказал Ролан, что Слава сказала такую фразу. Надо же, как ты говоришь с Леной, может быть, если бы я знала такие слова, если бы, может быть, я мог так говорить, может быть, но она не ушла от меня. В браке Тихоновой и Мордюковой родился сын Володя. Мальчику было 13 лет, когда его знаменитые родители разъехались. Вот это Славочка и Володя, сын и отец. Увы, судьба Владимира Тихонова сложилась трагически. Володе было очень тяжело, вы понимаете, два таких колосса, мать и отец. И он достаточно способный человек был, и уж очень хорош собой, потому что он взял лучшее от отца и от матери. А с Ролями как-то совершенно не везло. Ну и потом, так сказать, вот это упущение было, то, что он связался с плохой компанией. Наркотики. Они в итоге погубили Володю. Ему было всего 40 лет. Говорят, Тихонов завещал, чтобы его похоронили рядом с сыном на Кунцевском кладбище. Но этого не случилось. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. Мы спросили у дочери Тихонова от второго брака, почему так получилось. Я даже не хочу про это вообще говорить. Это тяжелый момент, и я думаю, что это не для юбилейного фильма, да и вообще. Впрочем, позицию второй семьи можно понять. Дело в том, что рядом с сыном Тихонова позже была похоронена Нонна Мордюкова. И похоронить актера там же означало перечеркнуть всю значимость и важность для него дочери и жены Тамары, с которой он прожил 42 года. Это сложно. А ваша мама ревновала папу к Мордюковой? Не знаю. Это вопрос очень такой спорный. Я не замечала ничего такого. Никогда не было у них ни стычек по этому поводу, ни скандалов, ни у нее с Нонной Мордюковой. Та жила отдельно, ничем не досаждала. Вот. Поэтому это была история уже законченная абсолютно. Тихонов прожил с Мордюковой 13 лет. Они расстались во время съемок картины «Дело было в Пенькове», где он впервые сыграл главную роль. Актеру было тогда 35 лет. Может быть, именно личные переживания помогли ему создать такой правдивый образ Матвея Морозова. Сама понимаешь, нам ходить с тобой кругами больше невозможно. Ну ты не бойся. Я-то совсем забыл, что у меня жена есть. А ведь поначалу автору повести Тихонов не понравился. Ну, не так он себе представлял деревенского веселого и сильного мужчину. Тихонов показался ему слишком скромным, тихим. Но актрисы думали иначе. Он нас посадил за стол. Нам хозяйка принесла горячего борща. И он сказал, ну, девчонки, ну вот кого бы вы завтра захотели бы увидеть перед собой? Ну что, поумнела? Разве заметно? А вот что, проверим. И нужно отдать должное, где я и Маечка Медлета, мы не задумывались. Сказали, ну, конечно, Слава Тихонову. И Ростовский просто подказал, ну, почему, девки, ну, почему? Ему сказали. А я что? Ну, он очень красивый. Очень. И на следующий день появился Слава Тихонову. Да не бойся, не бойся. Силком не трону. После выхода картины на экраны, Вячеслав Тихонов стал кумиром миллионов девушек. Его черно-белые фото продавались во всех киосках и пользовались бешеной популярностью. Тихонов кремел на всю Россию, на весь Советский Союз. Женщины все в него были влюблены, все мечтали вообще хоть прикоснуться к нему хотя бы. Вячеслава Тихонова как большого актера открыл Станислав Ростовский. Режиссер фильма «Дело было в Пенькове». Во время съемок они подружились на всю жизнь. Он был окружен и защищен какой-то своей, вот, своими друзьями, теми, кого он допускал к себе, с кем ему было уютно, приятно. С Ростовским они там на рыбную ловлю, на подлет ездили. И это вот было увлечение такое совместное. Тихонов снялся у Ростовского в «Картинах. Дело было в Пенькове», «Майские звезды», «На семи ветрах». В 67-м году они начали работать на четвертом совместном фильме «Доживем до понедельника». А Тихонов все еще был холост. Съемочной группой из фильма фильм была одна и та же, и во главе с режиссером все очень переживали за личную жизнь актера. В конце концов, после развода с Мордюковой прошло уже 4 года. Очень хотели, чтобы он не одинокий был, чтобы все у него было хорошо. Наверное, они надеялись, что, ну, что-то из этого будет. Но, наверное, не зря, потому что зрители-то нас поженили. Дистанция. Будем ее держать. Вам лучше знать. Я вам больше не учитель, Наталья Сергеевна. Но Ирина Печерникова была с Тихоновым только на «вы», смотрела на него, как на кумира. Да и актер всегда соблюдал дистанцию и не позволял себе ни одного лишнего слова. Это будет перед вами изо дня в день. Налюбуйтесь. Он не очень ярко себя ведет. Он как-то так в полутени. Не то, что закрытый, а очень тактичный. Спокойный в основном. Ухаживают. Это я уже тогда соображала. Ухаживают по-другому. Но это было какое-то очень теплое и поддерживающее. Не знаю. Он для меня очень взрослый тогда был. А знаете, что он в сочинении написал? Ну, теперь этого никто не узнает. А я знаю. Случайно. Он написал «Счастье – это когда тебя понимают». И все? И все. С другой юной красавицей Ларисой Лужиной, с которой Тихонов снялся в картине «На семи ветрах», он вел себя так же. Она смотрела на него, как на небожителя. И вначале актер оказался ей холодным и закрытым. Молчал, все мысли держал при себе. Но в какой-то момент Тихонов раскрылся совсем с другой стороны. И вдруг он говорит, вот это меня поразило. Он говорит, Ларис, хочешь в сказку попасть? Я говорю, а что такое хочу? Я как-то с дельфинами плавал. Я говорю, нет. Он говорит, пойдем. У меня друг, приятель, говорит, он дрессировщик дельфинов. Сейчас как раз в дельфинарии в Ялте. Вот действительно пришли, нас пустили в этот бассейн. Ну, бассейн с дельфинами. Я когда... Слава, видно, там уже не первый раз был. И вот как он плавал с ними. Он потом за плавник. Я вот здесь впервые увидела другое число от Тихона. Я увидела такого мальчишку озорного. Счастливого безумного. У него глаза горели. Он кричал по-моему, ура, не знаю, что он там. Потому что ему в таком восторге было. Как прыгнем еще раз? Пойдем, пошли. Вот в первый раз видел такое. Я его больше никогда таким не видела. Многие, кто действительно близко знал Тихонов, говорят, что он был закрытым только для чужих, для незнакомцев. Не каждый выпускал в душу. Но кому открывался, те сразу понимали. Никакой холодности, а уж тем более чопорности в актере нет. Он не был одиночкой, как ему это приписывают. Вот прямо это... Вот просто это уже настолько надоело, вот это приписывание. У него был свой круг друзей. Очень хороший, достаточно большой круг. То есть это было как бы две компании. Одна киношная, а другая компания Валдайско-Рыбацкая, скажем так. Потом они даже, в общем, почти объединились, эти компании. И они, вот постоянно эти люди приходили на дни рождения. Мы ходили к ним, родители ходили, да. То есть это вот огромный стол накрывался. Там человек на 20, больше. Любимый персонаж самого Вячеслава Тихонова – это Андрей Болконский. Тихонов мечтал об этой роли. И когда узнал, что два актера подряд отказались от нее, поверить не мог. Я ничего не мог понять. Что творится? Самого лучшего, идеального героя, положительного. Вот эти два замечательных актера отказались играть. И после я получаю телеграмму, а мы снимали на Днепре, на Украине. Я получаю телеграмму. Предлагаем приехать на Мосфильм «Войну и мир» на пробы на роль Андрея Болконского. Тогда будет злее драться и себя меньше жалеть. Кто победит? Завтра. Что бы там ни было, мы выиграем в сражении. Сергей Бондарчук взял Тихонова нехотя после нажима сверху. Он не видел в нем князя. Какой аристократ с такими-то рабочими руками? Да еще и татуировка. Вот если бы снялся Смоктуновский. Но стоило Тихонова появиться на экране, стало понятно, Андрей Болконский может быть только таким. А вопрос руками решили просто. Надели актеру перчатки. Он производил какое-то потрясающее впечатление. Я до сих пор не понимаю. Я, так сказать, зная его биографию, уже зная его лично, я не понимаю, откуда в нем это бралось. Вот каким образом парень с наколкой Слава вдруг приобрел такую, такую утонченность. Вот просто как звучит его голос, как он произносит текст. Что это за русский язык? Чтобы удивиться этому навсегда. Откуда это? Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться? Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь? Любите ли вы меня? Да. Да. Первый раз я вообще школьница посмотрела «Войной мир». И, конечно, как все школьницы, у нас у всех есть свой принц, да? Для меня Андрей Балконский был просто недосягаемый. Я закрывала глаза, я мечтала о том, что когда-нибудь, может быть, с ним встречусь. После развода с Мордяковой в любовной биографии Тихонова пробел, вплоть до второго брака. Но, оказывается, он был тайно влюблен в актрису Надежду Репину. По крайней мере, сама она утверждает, что так оно и было. Ей было всего 18 лет, а Тихонова – 37. Она приходила к нему в гости на самое невинное свидание. Тут же он мне сказал, хочешь, я тебя угощу? Я говорю, да. Он открывает холодильник, достает маленькую эмалированную кастрюльку с квашеной капустой, которую он привез из Павловского посада от своей мамы. И деревянная расписная ложка такая. И коньяк. Я первый раз в жизни пила тогда коньяк. И мы закусывали квашеной капустой с деревянной ложкой от коньяка. Больше еды вам никакой не было. У меня была однокомнатная квартира. Мы очень много разговаривали тогда. Он был очень откровенен со мной, даже мне странно это было. Видимо, он почувствовал какую-то чистую душу, знаете, неиспорченную девочку. Латонический роман затянулся надолго. Никто не решался перейти черту. Тихонов о своих чувствах молчал. А Репина ждала первого шага именно от него. Однажды он позвонил из дубляшки в дирекцию и сказал мне, спустись, там для тебя записка в машине. Я быстро оделась, спустилась, радостная, побегаю, думаю, что там может быть написано. Беру записку, а там написано. Я желаю тебе счастья. Я надеюсь, что ты найдешь свою настоящую любовь. Я не знаю, я сейчас не помню, обиделась я или не обиделась. Нужны ли какие-то объяснения. Как потом, я думаю, что он, наверное, думал, что я буду ему звонить, спрашивать, что случилось, как-то добиваться. А я ни слова не спросила, не позвонила. Ну, найди свою любовь. И я ее нашла очень быстро, свою любовь. Однажды спустя несколько лет Тихонов случайно встретил Репину и попросил разрешения подвезти ее до дома. Тихонов подвез меня к моему подъезду. Перед тем, как мне выйти, он сказал, жалею, что тогда на тебе не женился. Он мне очень нравился. Но я просто не представляла, зачем я ему нужна. Я не понимала, что взрослому человеку может серьезно понравиться девчонкам. Но я это поняла только гораздо позже. Вячеслав Тихонов женился во второй раз в 1968 году, когда ему было 40. На девушке моложе себя на 16 лет. Тамара влюбилась в него еще в восьмом классе, когда увидела фильм «Чрезвычайное происшествие». А я был уверен, что вы в меня смертельно влюблены. Вы что, в самом деле или притворяетесь? Девушке приснилось, что она выходит за Тихонова замуж. Такие сны про Тихонова снились миллионам девушек Советского Союза. Но только сон Тамары оказался вещем. И сбылся через 10 лет. Они познакомились на съемках, вернее, нет, на звучании фильма «Мужчина и женщина». Маму пригласили как переводчицу синхронного текста. Должна была быть другая, но ее подруга не смогла прийти. Ее попросила, говорит, подмени меня, чтобы на один день буквально в тон ателье. И она пришла, так скромненько сидела, вот, в темноте. А он как раз заметил ее, говорит, пошли покурим. Ну, они пошли, она курить не умела, не курила. Ну, это ему тоже понравилось, что девушка стесняется того, что она не умеет курить, но делает вид, что умеет. Оказалось, они с Тамарой похожи. Она скромная и молчаливая, домашняя. С ней можно было просто сидеть рядом, думать о своем, листать молча газету и не беспокоиться о том, что тебя обвинят в равнодушии. Тихонов был уверен, он нашел ту единственную, которая ему была нужна. Ни актрису, ни знаменитость. Простую славную девушку, которая его понимала. Это были счастливые годы, которые, в общем-то, пришли после достаточно тяжелых лет. Как раз в эти годы это были самые лучшие его картины. Действительно, после женитьбы на Тамаре у Тихонова начался бурный этап в кинокарьере. Вышли 17 мгновений весны. Они сражались за родину. И один из самых трогательных фильмов в истории нашего кино – «Белый бим, черное ухо». Фильм снимал все тот же Станислав Ростоцкий. Поэтому Тихонов чувствовал себя уютно на площадке. Знаешь, некоторые ученые люди говорят, что ты все видишь серым. Жалко. Но ты не расстраивайся. Во-первых, они могут ошибаться. А во-вторых, значит, у тебя есть своя точка зрения. Он мог насобирать кучу грибовок. И к вечеру, когда группа съемочная приезжала, и актеры, и Ростоцкий, уже была готова картошка с жареными грибами. И он, значит, таз принимал, сидел и ждал. То есть в нем вот такая мягкость человеческая и закрытость, она как-то вот сочеталась. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. Я к вам от Бима. От Бима? Давай сюда иди. Он хоть другой породы, но все-таки я считаю, что он похож на Бима. Особенно мордой. Во втором браке Тихонов вновь стал отцом. Рождение дочери Ани перевернуло его жизнь. Он носил маленькую девочку на руках, как драгоценность. Ловил улыбку, любовался каждым жестом. Актер благодарил дочку за то, что она пришла в его жизнь и дала ему еще один шанс стать хорошим отцом, сделать своего ребенка счастливым. Аня была свет в окошке, поэтому с Аней он и разговаривал, и общался, и ходил на какие-то приемы, на какие-то встречи. Был ли Вячеслав Тихонов счастлив во втором браке? Дочь актера уверяет, конечно. Да. Тамара не выходила в свет, не раздавала интервью, жила в тени знаменитого мужа. Но кто сказал, что это плохо? Такая тихая и ровная жизнь, возможно, и была нужна Вячеславу Тихонову. А все страсти и буря он сыграл в кино. Правда, поговаривают, что Тамара была болезненно ревнива. И Тихонов якобы это мучило. Однажды он познакомил Тамару со своей экранной женой с 17 мгновений весны, Элеонорой Шашковой. Вячеслав Васильевич подходит и говорит, Тамарочка, познакомься, это моя любимая жена. Тамарочка подошла, она так посмотрела на меня, оценила меня. Мы где-то были идентичны, она тогда была блондинкой. Потом я ее встретила по жизни, она перекрасилась темным цветом. Но Анна Тихонова говорит, мама никогда не была ревнивой. Вы знаете, она была очень уверенная в себе. И даже где-то, если ей что-то не нравилось, но у нее это как-то не произрастало в какие-то ревности и так далее. У нас была книжка, где были все наши знакомые. А отдельная где-то страничка маленькая, там было помечено вот несколько дурочек и их телефоны. Которые уж были чересчур навязчивы. О, даже он иногда ревновал, да, можно сказать. Один раз он разбил подарок одного очень известного человека, который ей оказывал знаки внимания. Вот, и он его сбросил из окна. Вот. Это была ваза, ваза была разбита. Неужели так просто сегодня быть с одним и завтром? У тебя нет оснований так со мной разговаривать. Не то, не то, говорю не то. Прости меня. В 90-е, когда многие талантливые артисты играли в третисортных фильмах, Тихонов берег свою репутацию. Он боялся попасть в руки слабого режиссера, опасался, что кино получится плохое, и ему будет стыдно. Сниматься ему неинтересно было, после того, как не стало Бондарчука, не стало Ростовского. Ему неинтересно было совсем. Поэтому размениваться не хотелось. Но у молодого режиссера Дмитрия Астрахана Тихонов согласился сниматься, как только прочитал сценарий. Он просто не мог предать этого героя, отказаться его играть. Ведь добрый директор детского дома в картине «Зал ожидания» это тот же учитель Мельникова из фильма «Доживем до понедельника». Через час-полтора к нам приедет миллионерша Коновалова на экскурсию. Наша задача – выманить у нее хоть какие-то деньги для нашего детского дома. Там была сцена, монолог, главный его, кульминационный монолог главного героя. Когда уже он уходит с работы и понимает, что все проиграно, и этот детский дом будет уничтожен, по сути, и детей там будет сейчас развозить по разным другим приютам. Я все думаю, может быть, я в чем-то виноват. Может быть, надо было лечь костьми. И он пришел, сел в кадр, и монолог так, там, 10-минутный монолог, раз и сразу его сыграл. Что-то там, группа плакала, там, но он так действовал. Это было так все сердцем сыграно. Человек выше сытости. И действительно выше, если он человек. А получается, что он ничего не выше. Здравствуйте, товарищи летчики! Здравия желает товарищ Маршал Советского Союза! Я ему звонил по телефону, значит, а Вячеслав Васильевич делал лично на второответчик, и, значит, снимал трубку. Я слышал, что это не второответчик. Но он своим, значит, голосом, изумительным, говорил мне «Здравствуйте, с вами, говорит, второответчик!» И так далее. И я, боясь спорить, наговаривал ему в ухо практически, что я такой-то, такой-то, хочу снимать вот то-то, то-то, и очень хотел бы с вами повидаться. Естественно, мне ответа не привета мне не было. Только благодаря уговорам своего друга Ростоцкого Тихонов согласился прочитать сценарий фильма Сергея Русуляка «Сочинение ко Дню Победы». История о трех ветеранах задела Тихонова заживое. Милая утечка, у тебя две косички, смешное, сельцевое платьице. Это была, конечно, его история, это была история их, потому что, потому что был возраст. И было понимание того, что, так сказать, пришли другие времена. Легче, а то я вижу, тебя трясет всего. Почему, почему Митя опаздывает? Да я ведь, куда он денется? Было какое-то подведение итогов, безусловно. И, безусловно, было предчувствие какого-то прощания, которое не загорает. Понимаете? Это все было. И я всегда боялся. Многократно мы показывали картину, многократно мы смотрели. И я каждый раз переживал за него, потому что он в конце просто каждый раз плакал, просто навзрыт, он не мог успокоиться. Это было безумно трогательно. А до этого Тихонов снялся у Никиты Михалкова в фильме «Утомленные солнцем». Время и сейчас неплохое. Ну вот, общий аромат, вкус жизни, это исчезло. Навсегда. Он как-то так, естественно, возник. Нужен был человек из прошлого, благородный, породистый, а он был очень породистый. Очень. И я, честно говоря, не очень представлял себе, насколько он согласится играть эту роль. Но он так легко согласился, и это было так само собой разумеющееся, что не было никаких оснований беспокоиться. Последним фильмом Тихонова стала картина Эльдара Рязанова «Андерсон. Жизнь без любви». В ней он сыграл Бога. Человек с добрым лицом. Так была названа роль в сценарии. Запомни, тебя поцеловал сам Господь Бог. Ты будешь великим человеком. Тебя будут знать все люди на земле. В Тихоновом, когда мы встретились в последний раз, его 80-летие, это было в Доме кино. Например, это трогательная встреча. Вот когда вдруг возраст вычищает, знаете, как от капусты отрывает все лепестки и листья, остается сущность. Вот это сидел человек, как Господь, чистый, ясный, как дитя. Да будет дождь. Под конец жизни Вячеслав Тихонов поселился на даче. Один. Ну, стало как-то меньше, вот, меньше каких-то выходов. А выходы стали тяготить, не хотелось. Поэтому, в принципе, мы всегда любили дачу. Вот всегда у нас все стремления, малейшие его какие-то выходные, это была дача, вот как отдушина. А тут, конечно, уже появилось у него больше свободного времени. И зачем сидеть в Москве в душной? Он как-то перестал любить там находиться. А ваша мама? Мама здесь была тоже периодически, периодически в Москве. У нее там были свои дела, связанные с поликлиникой, с чем-то еще. Мы не знаем, что именно произошло в отношениях Тихонова и его жены Тамары, но можем предположить, что с годами супруги отдалились друг от друга. Он же жил, многие годы жил на даче. Один супруга была в Москве, он жил там. Я этой темы не буду касаться. Получается, главный герой-любовник советского кино, по которому сходили с ума миллионы женщин, по сути, оказался несчастлив в личной жизни. Тихону все больше походил на отшельника. Но не потому, что про него забыли. Он оставался так же популярен. Его боготворили, приглашали в кино, просили об интервью. Даже разменяв восьмой десяток, он оставался интересен и нужен всем. С точки зрения, так сказать, востребованности и отношения к нему зрителям, он не мог жаловаться. Он был реальной звездой. Из-за него бились, и он имел самую главную возможность выбирать. Это большое счастье для актера, когда он может выбирать. Они вынуждены играть, что дают для того, чтобы покормиться. Поэтому он счастливый человек был в этом смысле, на мой взгляд. Дочь Анна навещала отца так часто, как могла. Привозила Тихонову внуков, мальчишек-близнецов, Вячеслава и Георгия. Собственно, муж приехал к нему, вот, ну и разыграл их, сказал, что родился, угадайте, кто? Они говорят, кто, мальчик? Нет. Кто, девочка? Нет. А кто? Два мальчика. Ну, конечно, он был очень рад. Актер обожал внуков и был счастлив просто от того, что они рядом. Он больше любил за ними наблюдать, вот, садиться и наблюдать, вглядываться в них. На кого они похожи, за какими-то их деталями поведения, что и как они говорят, что они и как делают. Вот больше он любил их наблюдать, просил, чтобы, вот, допустим, им бассейн ставили, чтобы они купались. И чтобы ему тоже стул так вот поставить, чтобы он видел, как они купаются. А когда гости уезжали в Москву, Вячеслав Тихонов опять оставался один. Он перебирал в памяти воспоминания, слова, ошибки, мгновения и счастье и несчастье. Может быть, поэтому на всех последних кадрах в его глазах слезы. Он оглядывался назад и обращался к своей совести. Не обидел ли он кого-то невольно, не сделал ли больно неосторожным словом или молчанием. Без 15-12 раздался звонок. А будьте добры, попросите меня, пожалуйста, Леонору Петровну. Я говорю, Славочка, это я. А как ты меня узнала? Говорю, что твой голос не узнать. Даже по телефону я узнала голос. Я звоню по поводу того, не обидел ли я тебя когда-нибудь. Я говорю, нет, у меня было великое счастье общаться с тобой, даже по телефону. А то я вот обзваниваю своих друзей. Никому ли я не сделала больно? Я говорю, нет, мне нет. Вечером в окне дачи Тихонова можно было увидеть, как мерцает экран. Актер пересматривал свои фильмы, переживал все заново. Добрые сцены из прошлого, друзья которых давно уже нет, сын, которого он потерял. Все, что было дорого, и все, что навсегда поглотило время, вызывало в его сердце моментальный отклик. И в какой-то момент отклик оказался так силен, что сердце не выдержало. Да я даже не знаю, что произошло. Так мы вспоминаем, что, может быть, накануне он смотрел свой один из фильмов. То ли «Доживем до понедельника» это было, то ли что-то. Вот, а на утро вот так почувствовал больно. В 2009-м Вячеслав Тихонов попал в реанимацию со вторым инфарктом. Из больницы он не вернулся. В 2013 году на могиле Вячеслава Тихонова был установлен памятник. На его открытие пришли многие коллеги актера, а также его дочь и жена. Это было последний раз, когда Тамара появилась на публике. Готовя фильм к эфиру, мы решили узнать, как сегодня себя чувствует вдова актера, и спросили об этом дочь. Анна Тихонов ответила, что мама, увы, умерла. Правда, по каким-то причинам отказалась уточнить, когда именно это произошло. Вы верите в Бога, в загробную жизнь? Я о загробной жизни ничего тебе определенного сказать не могу. Я знаю, что когда человека не стало, когда человек заканчивает свой земной путь, здесь остаются дела его. Он еще продолжает жить в своих делах. И многие годы, и, может быть, и столетия он будет жить. Тайна Вячеслава Тихонова навсегда останется за кадром, а в кадре будет жить его мечта. Мечта приносить людям радость. Тихонов сыграл все этапы жизни человека, при этом всегда оставаясь собой. Фантастически красивым человеком с добрым лицом и добрым сердцем. И сегодня в молчании актера можно прочесть только одно. То, для чего, собственно, и не нужны слова. Нежность и любовь к своим близким, коллегам, зрителям и всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok